вот у нас сегодня 11 сентября 2015 года вот мы тут с братьями пилим у нас лагерный пруд тут вот посмотрите братья делают у нас тут перед суп на котором сидим держись брать А я же жду Сейчас запас поезд еще Ты туда переберись Белим, дерева мало и как мы отовсюду берем И потом веревкой тянуть придется Давай-ка, а в одно дерево обихаживаем Так, за веревкой бегом придется сбегать Нет? Конечно Не споткнись Это ребята бодрые Молодежь А там бульдозер работает И большие комки свалились туда вниз, вниз А вниз это означает Вот лок Ну и сейчас Никита там оттуда эти комки подкатывает Глины Это глина И прилепляет там внизу К насыпи Они постепенно там прорастут и останутся Здесь ничего не пропадает А у Володи побежал за альпийской веревкой Это очень-очень хорошая веревка Машины вытягивает И вот крючок сейчас зацепит Заранее зацепите Чтобы упадет, когда подтащить Вот как обрабатывается одно дерево То есть лишнее убирается Это на плотине, где крещение у нас проходит Называется лагерный пруд комагорьев Зацепи его туда, под низ Ну я не знаю, какой тебе мешает-то Если тебе по-другому-то нельзя Тот надо спилить, большой, внизу Самый разлапистый Попробуй найти там как-то место Знаешь, ты, наверное, Сережа спустись И здесь снизу будешь брать пилой А оттуда не взять Это сух, который тебя не удержит Вот так Начинаете Засыпели, нет веревку-то За него, за сух, за тот Ну ладно, давай Ну ладно, давай Что-что мешает Это целыми днями мы тут обихажем Вот сейчас сказать людям-то не поверишь Такая интересная работа И притом работаем все бесплатно Кроме меня У меня пенсия 6200 А у этих ребят ни у кого нет ничего И все живем Притом все есть И арбузы, и помидоры Так А теперь этот спилик, на котором сидел И до того, теперь достанешь Отпиливай его Наклонять-то надо на твою сторону, Сережа Ну-ну Вот так Теперь поверни ее сюда Маленько под тени А потом, может быть, на нее встать даже можно будет На низ положи ее Вот так Теперь отпилить вот эту, на которую опираешься И тут достать тебе можно, нет? Еще Тут всему научишься Левой, правой Лишь бы достать Вот оно как Оно в воду упало Теперь будут загораживать Вот так же А бульдозер-то между ними навалит Давай Вон там урчит где-то Я сейчас гляну на него Вот он идет Глещет Вот он идет Глещет Все С веревкой засыпляют Заранее веревка толстая Толще пальцев Давай Давай тихо Ну этот сухой Это у вас быстро поройдет Самое главное Вон тот большой сух зацепить надо Человек, который никогда не работал, скажет Ничего не смотрит А если твоим горбом Оно тебе так интересно Такой опыт Это все Вот так заложим Сейчас забьются колья Это будут колья Они заостренные И чтобы они не засохли Вот показать можно Даже вот они Заостренные Их заранее поставили в воду И поедут сейчас В другой пруд Там уже готово все Бревна завтра завезут Ограждение сделают Потому что старый пруд Полностью Плотина разрушена Ее Надо восстанавливать А что значит восстанавливать Ну Поднимать Вот Ребята берут Пусть они пока Сцепляют Я сейчас покажу О Какой толстый сук А не вот Володя Загнулся Вот он такой Не упади Володенька Потихоньку Вот засыпите Потом вытаскивать надо будет Ну Веревку не перепилите Только Подальше веревку Все Давайте На сухое дерево Володя на него залез Ногами Стоптанными Кабуками Мало того еще Молятся Вот В среду В эту Следующей неделе У нас тут Престольный праздник Обещался приехать Митрополит Сергий Иванников Алтайский Барнаульский И Славгородский Епископ Владислав Это первый раз В нашей районе Они знают Что мы Относим к русской Православной Зарубежной церкви Приемлющей Каноническое Общение С московской Патриархией У нас хорошее отношение Со всеми Ну кто не желает А ему Эти отношения Не нужны Нам Работать надо Вот Вот она Какая толщина Простой Пилой Ну А это Сейчас пойдет На ограждение Сейчас Хлюкнет она В воду Слушай Давай 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 Ну так тогда у нас еще Коперлась Теперь Надо ее выворачивать Ну и тут тащить Никиту позвать У меня Толку нет Покричать Никиту Вот у нас все в воде А ну попробуйте Вдвоем Вы сегодня хорошо поели? В пятницу? С маслом было растительным. Ну-ка, давай. Сучки, которые раньше отпилили. Некоторые не знают, как и что делать. А так, там другой надо сучок, пока не утащили, засыпить его. Вот эту точную сторонку. Он пойдет весь сюда. Вот до сих пор еще надо будет протянуть эту стенку. Тут будет набирать вот с этого бугра землю. А это вот яма, это прорыв воды был. Ну, яма шириной где-то метров 20. Прорыв. Страшная вода идет. Это вот сучок, который, на котором Сергей сидел. Вытащили. Туда. Подальше оттащите, чтоб тому не мешало. Прям дальше тащите, а там обрубите. Так. А вон вдалеке. Там виден бульдозер. Вон пятится. Не знаю, видать, не видать. Ну, попробуем. Давай. Оп, взяли. Еще раз. Еще раз. Шаляпина не хватает тут тянуть. Вот так. Нормально идет. Даже обрубать только будете. Все. Еще подтащитесь и кверху подтягивайте. Вот оно как. Вот веревка затянута. Сейчас смотри, Володя. Только веревку береги и не задень. Дальше. О. Писали на ней, чтобы к земле легла поплотнее, как Николай Алексеевич Некрасов писал. Ну-ка еще раз. Еще разик. Еще раз. Эй. Ух, нет. Эй. Давай, 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 давай. Вот так. Еще взяли. Так. Разом вперед. Так. Обрубай ветки. Дальше будет легче. Вот так. Вот так. Ну, нормально. Потом удар. Все. Вот, Никита у нас, а на это тратит 22 удара. Вместе выяснишь. Ну, мы учим его. Он сегодня прямо как бы молились и сказал, я говорю, ты ее родствуешь, езжай в другое место, где православные юродивых любят. Нам работать надо. Я не уродствую. То есть я здесь с детства уродствливый. Ну, ладно, тогда. Тогда что сделаешь? Я думаю, ты приехал спасать, а тебя священники верят, что наше дело неколебимое. Они решили разрушить ее через юродство, через Петра Мамонова. Там Анатолий такой в острове кабенился все. Перекликался с демонами по-петушиному. Православные взахались. И там Павлу Лунгину и награду патриаршу. Вообще. Юродивое православие. Про юродствовали. Царя потеряли. Россию потеряли. Все потеряли. И продолжают давить на свое. Нужно покаяться и начинать жить по Евангелию. И учиться у тех, кто живет по Евангелию. Кто жил по Евангелию. Ну, отцепи веревку теперь. Она не нужна, а то порубите ее. И сразу в сторонку ее. Вот так. Вот показали. Только вытащите до конца одно дерево. Сколько с ним возни. А этих деревьев у нас, ну, которые повалили, ну, я думаю, не меньше, как 250. А то и больше. Вот ровно два месяца уже будет, как мы уродуемся тут. Так, ну-ка, попробуйте дальше. Обруби от вас еще кто-то, не мешает вам? Нет. Ну, давай. Отсюда, брось, брось на пол. На пол. Не надо наматывать. Ну, вот так. Ну-ка, попробуйте. А вон там отпилите в конце. Ну, видишь, она уже идет легче. Еще. А это Володя отрубить делать нечего. Вот, посмотрите, как он ее... А там толщиной толще руки. Ну, смотрящие, конечно, руки. Вот так. Все. Вот так. Вот так. Внизу еще. Все. Ну, вот. Я пошел дальше. Дайте, ребята, мне пройти. А то вы меня опрокинете. Я покажу, что такое платина. Теперь, как она будет выглядеть. Все. Растащите по сторонам, освободите платину. Сделать такой же завал, как везде. Вот я иду между этими завалами. Вот как набили коле. Это самый наш пруд. Пруд. Несколько гектаров. Хорошие пруды. Все принимали крещение. Вот отсюда, если стоять вот так вот. Пролет смотреть, то можно. Я хочу показать, а не получается. Руки дрожат. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. И вот я иду сейчас навстречу бульдозеристу. Вот он банку несет, наверное, мне. Чтобы я принес ему воды. Давай. Никита! Э! Возьми банку у него. Бегом залезть наверх. Алексей Александрович. Саша. Сейчас он. Вон он. Никите, подайте. Вот теперь, как плотина эта выглядит. Он ее приподнял примерно, ну, сантиметров на 80. Это уже что-то. Вот с этой стороны, если посмотреть. Я зашел, вот она вода. Прямо на воду. А тут старая койка зарыта. И вот она как. А, вон воды черпает. Вон как. Ага. Алексей улыбается сейчас. Ну, показать тут как. Вот как у нас тут сделано. Вот так. Между досок. Доски вставляются швеллера. Вот из бетона все сделано. А Никита там щерпает банку. Воду. Я думаю, идти за водой я все время воду ношу. Ну, оказывается, он не нужен. Не вижу там, попал или не попал. Иду, Никита. Ну, не видно даже. Ну, вот так вот только работает. А вот дальше теперь все прорубили. Теперь чисто, свободно видно место раздевалки. И вот место, где было крещение. И кто тут был крещен, увидит, знаете, ваше духовное рождение. И здесь в водах были смыты ваши грехи. Порадуйтесь этому. У нас успешно идет работа. Вот, туда позорну сейчас. Володя. К Сергею Пупкову. Сергей Пупков нынешний на север ездил с нашей миссией дальней. Дальней, это у нас была пятая миссия. Мурманск, Баренцево море, Корея, там Смоленск. Ну, вот так живем. Благодарим, радуемся, ждем архиерея. Нам интересно, когда на меня нападают. Это секта Игнатия Лапкина. Это секта, там еретики. Ну, если мы еретики, а митрополит приезжает уже четвертый раз, служит. И приезжает с секретарем епархии Московского патриархата Алтайского края. Приезжает с группой священников и семинаристами. То есть, что будет, согласно канонам с архиереем? Его извергать и сами надо. Ну, отсюда далеко же понять, что глупости городят. У них все еретики. Если ты по Евангелию начинаешь жить, это еретик. Вышел там старый, садит, почему ему дали слово. И говорит, братья и сестры, у нас люди появились, которые призывают жить по Евангелию. Вы слышали? Да кто, когда жил по Евангелию, разве мыслимое это дело? Мы же не святые. Нам за пророком Ильей не угнаться. Придумали, что жить по Евангелию. А настоятель у нас был благочинный, Войтович. И говорит, у нас люди появились, которые говорят, жить надо не по плоти, а по духу. Ересь такую и вносят. А там один из батюшек говорит ему, да, отец Николай, так же написано. Да вы что? Написано в Библии. Да, конечно, теперь архиерею нажалуются на меня. Придумали жить по духу. Ну, что можно на это сказать? Не спорить же. Вот он заливает, машина кипит. Мы довольны. Хорошего Бога дал нам бальдозериста. Я бы считывал каждую минуту, он не против. Заправился дальше. Расчет каждый день. Благослови его, Господи, этого Алексея. Долго ждали, договаривались с другой организацией. Там какие-то препятствия. А здесь, вот, пожалуйста, своим ходом пришел к Шарщину по 25 километров. Ну, это удовольствие обошлось 20 тысяч. Если меня слушает сейчас кто принимал включение. Андрусенко Александр, Марьясов Александр. Вы знаете, что я говорю. Кому низкий поклон, кому до вас даст Господь за доброту. Если бы не ваша молитва, помощь, мы бы ничего этого даже не затевали. Знаем, что не сделать. И платить будет нечем. Мы принимаем помощь только от тех, которые на 100% уверены, что здесь деньги их не пропадут, не прокурят, не пропьют, не проблудят, не проездят. И себе ничего не купят. Все 100% на дело Божие. Ну, вот это дело Божие. Тут пруд, где приходят, приезжают креститься. Тут уж крестились из разных республик бывших. Казахстан, Киргизия, из Франции, из Гармании даже. Никита, ты поскорее заканчивай там. А ну-ка встань, помаши рукой, это, фуражкой, чтоб я тебя нашел. Ага, вот он ты где. Понятно. Откатились камни далеко. Ну, камни глины имеются в виду. И он теперь эти камни, видите как, сейчас приклеивает обратно сюда, потому что они откатились. Вот так. К платине. Он прижимает их, и они тут и засохнут, тут и будут. Он вез такую даль. Вон этот трактовист, это бундезериста. Вон откуда ведет. Ему надо закончить сегодня обязательно эту сторону пруда. До нашего стока. До нашего стока здесь. Ну а завтра, когда сделаем, вот здесь будет. Все. Все. Продолжение следует...